9,5 тысяч заявлений от родителей уже приняли в городском комитете по образованию. На первом этапе он длился почти три месяца. В первой классе зачисляли детей по месту жительства, а также льготников, чьи родители работают в полиции, МЧС, Увсении и других силовых структурах, а также чьи братья и сестры уже учатся в этих школах. С 1 по 5 июля детишек зачислят. Если кому-то пришел отказ или кто-то еще не подал заявление, с 6 июля стартует второй этап приема документов. Родители смогут подать заявление через портал госуслуг, предварительно сделав черновик, и ровно в 8.00.6 июля отправить это заявление в школу. Также через портал образовательных услуг или при личном общении в школе. Непростая ситуация с зачислением детей пока в индустриальном и центральном районах Барнаула. Правда, в мэрии уже приняли меры для снижения напряженности. К 1 сентября будут созданы дополнительные 876 мест для первоклашек. Для закупки оборудования и мебели выделены средства. В ряде школ пришлось прибегнуть и к непопулярной мере. Количество детей в классах придется увеличить до 34, где-то до 38. Решаются проблемы и в новых микрорайонах. Времена года и Норд. Детей оттуда будут возить на автобусах до 84 и 114 школ. Почему именно к этой школе? В этом году у нас открывается школа в спутнике. Школа 138. С 1 сентября мы планируем открыть порядка 850 детей. Планируем, что в эту школу у нас поступят. Соответственно, дети из 114 школы, потому что 114 школа у нас принимала таких детей, она немножко освободится. И, соответственно, в этой школе мы сможем обеспечить места для первоклассников, те, которые проживают у нас в микрорайонах новостроек. Вазить детей будут 4 автобуса. В администрации города доставку до школ на автобусах назвали мерой временной. Сейчас продолжается строительство школы в квартале 2011. Сдать ее планируют в следующем году. Как только это случится, дети из 114, разумеется, по желанию, смогут перейти в новую школу. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.